Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. Это Рим 2 Total War. Царские скифы. Легендарный уровень сложности. И я продолжаю показывать, как надо играть на царских скифах на легенде. Смотрим. У меня тут двойна идет с партой, но я присматриваюсь и к другим фракциям, где бы чего поживиться. Парфи еще немножечко осталось. Тут я смотрю, уже Арверный наступает в Африку. Арверный позахватывали. Смотрите, какая большая фракция, да, по сути, получается у Арверных-то. Нихухры-мухры. Я вот Испанию все обследую, и это везде все Арверный. Везде все Арверный. Вообще огонь. Вы гляньте на них, а. Где они у меня? Вот они у меня. Смотрите, по силе они даже чуть-чуть сильнее меня. Охренеть. Это Кельты. Вот так вот. Я, то есть, такой фракции даже и не вижу больше вот настолько сильной. Сейчас посмотрим. Бои слабее Арверных даже. Массилия слабее даже чуть-чуть, Арвернов. Спарта слабее, естественно, 3 баллы. Все слабее. То есть сейчас на данный момент самые сильные фракции это Арверный. Это бои, как ни странно. Но они, вот как вы можете посмотреть, реально слабее Арвернов. Реально слабее Арвернов. Афины в жопе, благодаря кое-кому. Ну, Массилия довольно сильная. Это у нас греки. Греческая культура. Так. Ну, Спарта тоже в жопе уже почти. Получается, что единственные на данный момент препятствия к моей гегемонии это вот Арверны, которые занимают всю Испанию, часть Европы, Франции. Весь север Африки. Ну, не весь, кроме Египта и Ливии. Вот. Это первые. Вторые. Это у нас Массилия. Потом идут бои. И потом идет Спарта с Афинами. Всякая шушера. То есть вот такие вот силы. Я еще не очень хорошо, конечно, исследовал Британию. Вот сегодня коннитель. Может быть, там еще какие-то фракции есть, но пока так. Но Тарвернов у них еще есть куда расширяться, как говорится. То есть они вполне могут расфигачить эту всю канитель и сюда вот подойти. А также они могут начать биться с Массилией. С кем они сейчас воюют, интересно вообще Арвернов. Ну, они много с кем воюют на самом-то деле. Они воюют с какими-то гиплами отрибатые парфи. Они уже жмут. Смотрите, Египет они уже жмут. И Спарту они тоже жмут. Да. Они как бы знают, что делают. Потраговать не хотите? Нет. Потраговать не хотят. Так, то есть вот эти кельты будут мне с занозой в жопе. Так, что у нас здесь? Здесь ходовая капитуляция 4. Мидия атакует парфию. Ну, ладно. Пускай. Так, я беру свою вот эту вот волшебную армию. Клинки травы. И, собственно, отправляю ее к никомедии, куда я и хотел, чтобы она отправилась. Для того, чтобы освободить руки флоту. Ладно, пока они скачут. Я здесь еще второй флот буду немножечко нанимать. Раз, два, три, четыре. У меня пять копейщиков. Еще одного найму. И два струковых налетчика. Я делаю сбалансированный флот. И здесь можно потихонечку нанимать. Строить, я хотел сказать, эту самую. Ну, что нет. Строить, постройки. Так, черные воды. Флот. Это что у нас? Это у нас вражеские грузовые суда. Ага, хорошо. Я не против вражеских грузовых судов. Мне такое интересно, смогут ли они меня перехватить вражеский флот здесь. Ну, ладно, черт с ним, короче, перехватят. Значит, у меня будет сражение морское. А я потихоньку плыву. Мне нужен Кипр. Кипр-Кипр, и мне нужно в том регионе флот держать. Я, собственно, для Черного моря вот здесь вот флот уже нанимаю. А этот у меня флот будет внизу, вот здесь. Вот. И у меня, кстати, есть какое-то задание где-то там что-то нанять флот на халяву в Некомедии. И награда 500 монет, это значит, что я могу на халяву в Некомедии сейчас флот нанять. Почему бы его не нанять, если честно? Ой, нет, нет, не агента. Войска. Флот. Так, мне нужен какой-нибудь из других семейств. Вот этот подойдет, этот подойдет. Вот эти двое, короче, подойдут. Коррупция, насаждение культуры, стоимость военных постройок. Вот этот я сделаю. Флот тяжелого налетчика. Отлично. На халяву сделал себе флотик. И посажу его сюда. Могу, кстати, сразу что-нибудь там улучшить. Что это, кстати, такое? Что это? Корпус второго уровня. А, ну да. Дормально. Нет, не буду я ничего нанимать здесь. Я потом лучше уплыву. А, у меня в Некомедии, кстати, строковой налетчик, степные лучники, штурмовой налетчик военный племен. Ну. А, я понял. Ну, мне надо дальше, дальше, короче, развивать. Я в Некомедии тоже построю флот. Ну, смысле, не флот построю, а построю эту штуку для того, чтобы флот строить. И мне надо идти дальше на ФС. Идем. Никого нету, что-нибудь, 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 все пустое. Вот лежит, бери, не хочу. Онь-ка. Вот так, скоро я вообще из Азии полностью Спарту выгоню. Так. Вот этот вот должен взять Фергам. Все, в общем, забираем, и Азия будет полностью моя. Потом только с островами разобраться. Для этого нужно флот. Флот, 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 чтобы никакая гнида не высадилась. Так. Есть. Какого уровня четвертого? Офигеть, конечно. Денег нету на четвертого уровня, ребят. Ну, вот, что ты сделаешь. И вообще вон, 400 рублей. Осталось. И это будет... Какой режим? Давай, не тормози. Это будет пофиг. Какой режим? Обычный. О, тут какая-то хрень. Галькарнастский мавзолей. Тома, нет. Или что это? Или маяк, или что это за хрень? Ну-ка. Это мавзолей мавсоло регион ФС. Стоимость третьей стоит минус 10%, налоговая ставка 10%. Фигаси. На халяву 10%, слушайте. Очень круто. Это я удачно зашел, так скажем. Я как-то так, ну, раньше на чудеса внимания особо не обращал, но... Теперь буду. Так, это четвертого уровня. Тоже сносим нафиг. Такого нету. Вот. Ты кто? Верные Афине какие-то хрени. Понятно, что ни черта не понятно. Отойду сюда. О, я могу их попробовать задержать. Травануть этого полководца Грибанова. Может быть, надо было его просто убить, попробовать с заказным убийством, но уже поздно. Ни фига не получилось. Лошара. Так. Короче, мне не нравится эти козлы. Я прошу прощения. Надо, короче, с ними разбираться. Как их звать? Еще раз. Сарды и Каппадокия. Так. Нафиг, союз. Нафиг, союз. Нафиг, союз. Каппадокия. Кончилось. Сарды, сарды, сарды. Ну, в смысле, она не кончилась, но я с ней решил поссориться и все. А, шесть ходов сарды еще нельзя. Ладно. Значит, шесть ходов еще с сардами нельзя ссориться. Так, у меня поборники Паппадокия. Тут есть для того, чтобы с ними разобраться. С этими ребятками. Угу. Угу. Силы демонстрации силы убийства поединенных, дальность перемещения вместе с так, шанс избежать, сплотить рабов. Вот это вот я сделал. Я попробую сплотить рабов на свече. Хауду. Вдруг получится. Так, что у меня с агентами? С агентами у меня все ровно. Я могу еще одну армию сделать, но у меня денег нет. Давай смотрим, значит, что по улучшениям у боевых топоров, что там можно сделать. Это полководец. Уменьшаю стоимость содержания. Все на деньги. Деньги, кровь, войны. И смотрим, что еще, куда я могу двинуть армии. Теоретически, можно, конечно, вот эти две армии задействовать для чего-нибудь. Для чего-нибудь. Можно и с потамию отжать. Пока у меня здесь стоят три армии, а финны никуда не рыпнутся. Просто никуда. У меня это немножко сдерживает. Мне это не нравится. Мне нужно подключать это все дерьмо. Оставить здесь две армии, вот здесь вот. В принципе, если сейчас Парфия огребет, то я могу с Мидией тогда разрывать отношения, выносить Мидию, выносить вот эту всю канитель. И Афины тоже выносить нафиг. Вот. Все классно будет. У меня будет полностью так вот. Все красиво будет. По красоте. Как они схода ночи. Итак. Сколько нам открыть и чудных готовят просвещение духа. Парфия. Парфия не самоубийца пока нападать ни на кого, я смотрю, не собирается. Сарверны, бои, эрви, цены, афины. Вообще отступает, 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 отступает. У них с кем-то война там идет, надо посмотреть, кстати, мне просто интересно, с кем они там воюют. Афинчики. Так, спарта. Что у нас спарта, выдумала, ага, высаживается на море. Вот, кстати, их там плывут грузовые суда, интересно, до них я достану или нет. Навряд ли они бы никогда не подставились. Искусственный интеллект так не делает, не подставляется. О, все, селегки принадлежит мидии. Тайный агент раскрыт, это Гейт. Пиктонный заключенный мир с утрибатами, полководец Тасси, естественная смерть. Одного из, ага, ваших членов семьи пытаются шантажировать, опровергнут слухи. Так, царское семейство государственных деятелей, не, не пойдет. Другие семейства, вот царское семейство вот этого, вот этого гражданина, мы имем. Строительство, онк. Смотрите уже, куда арверные подошли, а? Парфью со всех сторон рубах просто. Так, новая особенность, что-то по хозяйственной части, чуть-чуть наняли войско еще, и не помню, что все хорошо. Возьм, население встревожено. Да нет, он сразу плюс 9. Норма, вообще все. Так, перфес, но здесь я не буду строить лодки, поэтому... Так, пища, вся фигня, давай сначала, короче, чтобы далеко не ходить. Нанимаем вот всякую такую фигню. Вот так. Это что вообще? Подожди, что это? Это вот хозяйство добычи мрамора. А, ну нормально, значит, я все правильно сделал. Так, и... Помыться вам надо после этого, да. Угу. Все хорошо. Соломин, соломин. Иродос. А, я не достаю. Э, не достаю, к сожалению. Давай я сюда подплыву. А потом посмотрим на следующем ходу, может я Радос возьму. Так. Здесь стоит гражданин. Постоим. Вот это вот, кстати, я давно нанял, но так не использую нигде, да. С этим я пока дружу. О, теперь я хотел тут по костей поделать вот этих ход граждан. Подерная деятельность сплочения рабов. Что мне это даст интерес? Вашему выделю, удалось поднять восстание рабов держа противника. А где, собственно, рабов? Ну, непонятно. Ну, ладно. Будем посмотреть. Так, селевки. Мидия захватила, да, его. С кем Мидия вообще что? Дружит, не дружит, что у них там? Мидия, Мидия, Мидия дружит со мной. Торгует 700 рублей, блин. Воюют с Парфи, воюют с Римом. Мидия. Так, а у меня здесь, в этом регионе, две армии, да? А, и флот у меня есть. Причем такой неплохой флот. Вот он. Давай пообщим. В общем, надо с Мидией разбираться. Я не потерплю, как говорится, каких-то там мидийцев. Разрываем все нафиг. Все, они меня больше не любят. Это их проблемы. Я уже смотрю, Химьяр подходит к Мидии. Прикольно. Так. И мне надо тоже подходить потихоньку к Мидии. Но я, как бы, еще 10 ходов не смогу их атаковать. Просто подойду, чтобы, как говорится, разведать, как к ним лучше идти. Это что вообще? Это у них еще, блин, какая-то висячие сады какие-то есть. Это японский городовой. Ладно. Я могу здесь нанять что-нибудь? Да. Я могу тяжелого налетчика нанять среднего срокового налетчика. Очень хорошо. Теперь я здесь еще вход нанимал. Напомню. Продолжаем. Вот так. 12 тысяч у меня еще осталось рубликов. Можно попробовать. Что мне вообще там исследуется технология? Стоимость 30 строгальных зданий доходят скотового ствола. Так, 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 все нормально. Так. Походил. Здесь все стоит. Хочешь ли мир со мной заключить вот эти вот отребаты, отребаты, кто там со мной воюет? Требал его. Че ты в натуре? Они требуют 1500 рублей. Так. Ну, как бы, ладно. Я согласен. Как бы, и бог с ним. Как бы, и бог с ним. Давай-ка сюда. К моим союзничкам, так называемым. Мне нужно-ка подойти, конечно, подойти сюда. И раз уж у меня есть еще денежки, то надо что-нибудь строить. Все, хватит тупить. Где у меня пинк, пинк. Я мне, что можно построить? Я пока что хочу до третьего уровня здесь все поднять. Так, что у меня здесь под пищечи? Есть у меня пища тут. На Кавказе. Как ни странно. Да. Ну, мало. Я когда буду вот это все поднимать, у меня будет пищи мало. Поэтому я буду делать не вот это, где пища 5, а вот это, где пища 7. Сирия. Второго уровня. Все постройки надо сделать. Здесь все нормально. Пускай скотоводство будет. Так вот. Так, где мне еще первый уровень? Тут есть постройки. А, вот еще тут фигню можно. Так, это еще рост и... Давай рост. На рост. Скифи, я здесь все второго уровня. И фигни понт. И все деньги больше нет. Ну, и ладно. Так, и можно еще нанять что-нибудь. Здесь тоже военную подготовку я хотел сделать. Нет, не собрать войска, а просто нанять войска. Царские конные лучники. Пынк. Все, хватит. Я, честно говоря, рассматриваю вероятность найма застрельщиков. У них, конечно, меньше гораздо радиус. Но, блин, они же долго. Офигенно. Посмотрим, в общем, пока этот вариант. Не знаю. Что-то я забыл про этого агента. О, кельт, кстати. Переманятый кельт. То есть, прям за свой прокат. Нечего поселения спорта захватить. Острова. Таврадус и Кипр. И, в принципе, можно мир просить. Не знаю, как они, конечно, согласятся, но не с ними там уже не выгодно будет воевать. Вот он, народос высадил сага. То есть, спартанство единственное, с кем я воюю сейчас. Три баллами Амир заключил, аж заплатил полторы тысячи рублей за это. Так, я сделал сутерен. Кого-то продвинули по службе, кстати, что у меня там идет. С политикой смута. Смута все нормально, 50% ровное. Назначение сделаем. Парочку. Солоха, государственный деятель, смотрим. Жена политик. Так, а этот у меня полководец в Эфесе. Дай-ка мы его заменим. Серьезно. Где у меня Эфес? Чуть вообще такое. Можно как-то вот персонаж, персонаж. Как его звать? Саратос, Эфес, колодец. Смотрим. Смута. Это где? Пергам. А, вот Эфес, вот он, Саратос. Так, смотрим. Это он и есть, да? Воздух 68, Харизма... Подожди, нет, это не он. Вот этот, наверное. Скиллур. Воздух 54, Харизма 149. Да. Вот, офигенный тип. Давай я его займу, заменю, точнее. На... Блин. Блин. Тингератый государственный деятель, царское семейство. Так, подожди. А что за... Что за тингератый государственный деятель? Дай-ка, глянем на него. У него 114. Ну, в принципе, это вообще ни о чем. Российский залит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Много-много-много. Очень много уже другого семейства. 50% они занимают. Зараза такая. Вот этот вот флотоводец, блин, 200 с хреном, короче, у него... Вообще. Офигеть, у него вес. Просто, блин. богатая жена у него да ладно попозже сделаем так о я могу уничтожить черные воды в смысле не черные воды уничтожить уничтожить их грузовые суда бойко учитывая здесь плавайте вот так вот могу доплыть до него еще не не могу так выстрелов в минуту всех кораблей поддержки прибыли от налета воеду всех отрядов врага минус 6 лихие пираты меткие стрелки выберем не будем упендриваться так далее многоязычие ясно все общественный порядок налоговая ставка стоимость действий всех агентов коррупция коррупция ваших крыльцев минус чистота политических минус 15 ход культуры плюс 15 процентов насаждение культуры плюс 6 прикольные штуки вообще один сходов стоимость в столицах так это минус 4 процента длительное строительство минус 1 надо делать потом пора расти так отлично долбанули значит там подходящие устроим и посмотрим что у меня здесь вообще не вижу короче где тут чего творится исполчение рабов сделал а что то нету никаких этих нет никаких последствий так тоже идем сюда пока он идет прикинем что тут тут какая то голодуха у них и вот тут армия значит просто так вот стоит да вот типа беспалево я таки понял блин а вот эта река конечно реально мешает вообще ладно давай от этого тоже подведем все нормально в раве магна да все нормально хорошо что они тут что то голодают короче эти хранители правда подправленные стрелы мы в хатру или в дура европас куда лучше давай в хатру с другой стороны реки сейчас на меня конечно не нападут эти афины то все будет хорошо так афины могут стран на меня сбрыкнуть слегонца пока все короче пока все давай посмотрим что дальше будет а еще этот флот хор 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 они дернулись в обратную сторону далее мне показалось тело немножко восстанавливается с моим одесса с анфея скольфор с антагна огня эту соответственно другие семейства другие семейства другие семяства царское семейство государственное деятель химии давай другие семейства поставим что нам стоит дом построить рублей военных построек рвение боевой дух пленки захвачены в бою пища рот заход будет единственный из других семейств население в гневе в килики что такое-то минус 9 плохо в смысле нехорошо встанет через три хода нестабильность придумаем не думаю что это прям так страшно так вообще чего у нас по агентам так скилки вот это вот так вот просто сделаем сейчас все эту проблему сразу решить холм холм здесь минус 2 пошли так м плюс 2 плюс 4 вот так вот сделано нет половец денег больше я думаю здесь все в порядке будет потому что что тут очень очень много фракция 2 ведь я даже получают какие то бонусы 51 процент все уважают наноси слушаются так и сколько у меня еще есть времени чтобы убить войну в Каппадокии например а я не не в 7 ходов блин очень много еще 7 ходов а если я так буду тупить как я туплю то все затянется реально так смотрим еще разок я могу про атаковать еще раз этих придурков а сейчас афины впишутся они могут вписаться вот нет не вписались они все нормально сейчас мы посадим всех на дно так есть и это кто грузовые суда я на следующем ходу вот так раз разум футоводская дальность перемещения как футоводская сберем так пик 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 еще 5 получил шанс на крит в любом действии подрывная сплочение рабов усиливая беспорядка среди рабов умер провоцировать неэффективность и нет беспорядка среди рабов класс а если кистью случается Так, давай так. Строй. Что еще я могу? Вот это тоже получает бонус. Авторитет. Да, блин. А, и вот это да, тоже. Еще ход. Вот так, относительно такое спокойствие, просто. Я уже начинаю беспокоиться насчет гражданской войны, если честно. У меня такое уже, легко, какое предчувствие нехорошее. Насчет гражданской войны. Мне, конечно, их просто выгнать тупо. Торговое соглашение с Каппадокией. Нет. Каппадокия. Ага, да, все-таки они воевали, Химер с Парфией. И Химер их достал. Ашагент раскрыт. Какой агент раскрыт? А, вот этот агент раскрыт. Ладно. Да, 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 всех повысили. Я все понял. О, прикол, а? Александрия все еще Парфянская. Вот, чаще всего построилась, вообще класс. Новая особенность. Вселение ободренло. Тайный агент раскрыт. Крякнул, походу. Нет. Да, я не знаю, кто там раскрыт. Так, что мы будем делать тут? Будем прокачивать хитрость. Этим гражданам будем прокачивать основной навык. Авторитет. Стоимость набора сухопутных отрядов. Это провинция. Фигня какая-то. Вот так вот. И сколько мне еще ждать? Сколько мне еще ждать? Я спрашиваю. Не, ну здесь вообще без вариантов. Я ничего с ними сделать не смогу. Что касается агентов, потому что... Потому что у них армия стоит гарнизоном прямо, блин. Но в этом. Прямо в поселении. А вот этих граждан я, конечно, заматю. Еще без вариантов. Просто как только подойдет время, им кирдик сразу наступит. Так, секундочку. Дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне посмотреть, сколько мне еще ходов. Каппадокия, сколько мне ходов, для того, чтобы объявить войну? Шесть ходов. Сколько мне еще ходов, чтобы объявить мидии войну? Объявить войну. Семь ходов, блин. Так, у меня четыре тысячи. Знаете, что я подумал? Что вот эта штука, это, конечно, здорово. Я что-то реально стремаюсь на предмет этого. Гражданской войны. Поэтому частоту политических действий надо было уменьшить. Хотя, чем я эти 15 процентов, блин. Ладно, все. Не будем опекаться. Давайте лучше. Давай лучше я буду строить что-нибудь. Где у меня самые такие регионы, отсталые. Равиамагна, что у нас тут? У нас тут скотоводство и источники всех. Киликия. Тут вот у нас тоже источники. И лагерь кощевников тоже неплохо. И все, денег нет. Ну вот, видите, как потратить деньги у меня вообще вопросов не возникает. То, что тратишь и все. На следующем ходу надо не забыть Родос взять. Родос Родос Родос. И понанимать немножко корабликов в Черном море. А то что-то я давно не нанимал. К Афине я здесь плаваю от чего-то. В принципе, я неплохой заслон сделал от Арвернов внизу, если Афины с ними начнут воевать. После того, как с Парфией они разберутся. Все эти граждане. Мне интересно, что Арверные там тупят. Тоже, наверное, сосредотачиваются потихоньку. Так, Бастарны прибежали. Очередной раз они на Буддинов, походу, хотят. Вообще, на моей территории гасится, да? Нормальные типы такие. Как будто так и надо. Бегают назад. Еще повышение военачальника. Окей, еще повышение. Давай, где? Не комедии, не комедии. Твой начальник же, да? Демонстрация, дальность перемещения, убийство, хитрость, манипуляция, убеждение, авторитет, хитрость. А этот что за агент? А, это здесь, в Ольве. Этому, да, тоже хитрость подойдет. Тайный агент раскрыт. Темосфен. Ничего страшного. Неселение вовлечено висопотами. Неселение несчастных в Киликии. Плюс 11. Нормально. Так, где-то мой кишпанский шпион был. Я про него совсем забыл. Надо продвигаться дальше. Проверный мне шкут, а? О, а это кто? Тут титаны. Картубов занимает. Не все так просто. Че никто не воюет? Кто у нас? Египет. Почти непонятно. Кто у кого хочет завоевать? Арверный. Вы воюете с египтом? Да, они воюет с египтом и спарфи. Понятно. Афинова и тоже спарфи из Карфагена с Масилией. Ну, я много кем воюет. А с кем воюет? Спарта. Их протектораты трибалы. Прикол. Трибалы со мной, кстати, мир заключили. Нормально? Как такое может быть? Даже не знаю. Ладно. Так, миди, египет, египет, старые Фины. Интересно, афины не хотят с ума сочинено поторговать. Вот так внезапно. Нет, не хочет. А кто еще остался? Уорверный. Кстати, может, они захотели. Нет. А кто еще? Тут, 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 тут. Парфедер спрашивать не буду. В общем, как-то не очень. Ладно. Продолжим тогда. Я хотел... забрать Родос. Понька. Вы все, что ли? Чуть не густо. Армия в гарнизоне. Ладно. Тогда блокируем это, ребята. Фиг ли еще остается делать? И высаживаемся. Вот так, примерно. Попробуй. 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 Ну, нафиг. Превосходящими силами. Да и все, я лов-то. Да, я еще, блин, Родос. Ага, буду освобождать этих морозков, которые мне ни с того, ни сего все время войну объявляли. Не, ребят, такого не будет. Так. Вот так. Азия моя. Надо не забыть на следующем ходу, правда, вот это вот сделать, да? И мне нужно соломин. Взять после этого я спокойненько могу уже. И не будут эту армию отвлекать, потому что мне нужно ее использовать для того, чтобы атаковать. Все, все, да, крайне схода. Подплыл чуть-чуть. Продолжаем, так сказать, сосредотачиваться, продолжаем на расчет мощь, денюжки скапливать. Но меня начинает реально беспокоить перспектива гражданской войны. Что, как бы, сами понимаете. Так, а эфинчики опять что-то тут появились на горизонте. Бастарнов там травят по пути. Несчадно. Вашего агента обнаружили. Ходор, Ходор обнаружили пляха. Особенности персонажа. Строительство. Немного построили. Ну, доход у меня уже мне нравится. По семь тысяч, учитывая, что я почти полностью все армии содержу. Одиннадцать штук. Одиннадцать армии, сколько я помню. Так. Каппадокия, Каппадокия, Каппадокия. Вот она. Оберите войну. Четыре хода еще нет. Ну, долго. Долго четыре хода. Ну, ладно. На такой ноте я закончу эту серию. Спасибо всем, кто смотрел. Это был Кот. Царские скифы. Легендарный уровень сложности. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok